Друзья, всем привет! Меня зовут Миша Ряженко. Извините, у меня немножко подсаженный голос, но я надеюсь, это нам не помешает сегодня сделать крутое видео, в котором я сегодня расскажу о секретах ми-минорной пентатоники первого её бокса. Ну или ля-минорной, или какую-то другую угодно хотите, но ми-минорная просто считается у гитаристов, так скажем, эталоном, и они стараются всё время её играть. Это первое, что попадает под руку, когда только человек начинает импровизировать, поэтому с ми-минорной мы начнём, и сейчас расскажу, как это всё будет проходить. Поехали! Значит, я нам для сопровождающих примеров нашёл, тут просто в YouTube открыл EM Groove, то есть, не знаю, сейчас какие-то минусовки будут в ми-миноре, посмотрим под них, попробуем поиграть и показать, что происходит. Если вы где-то слышите какие-то стуки, извините, тут дождик просто шарашит за окном, просто дико, но я надеюсь, это нам не помешает. Все начинают играть всегда с ми-минорной пентатоники, все у нас обычно игнорируют, и я так делал, естественно, вот эту часть грифа, все переходят к 12 ладу, потому что не знают, что здесь у нас находится, и начинают здесь просто играть. Ну, как-то так это выглядит, наверное, у всех. И, естественно, включая какой-то трек, у нас обычно начинается что? Как обычно играют ребята-начинающие? Слышат трек и просто сразу начинается. Спасибо, если ровно. Блин, я пытаюсь играть как начинающий, не знаю, насколько у меня это получается. Ну, как-то вот кривенько, да? Обычно все это так происходит. Пожалуй, остановимся на этой минусовочке, она достаточно хорошо нам подходит. Смотрите, что я сейчас хочу рассказать. Я расскажу об основных ошибках, которые люди делают, играя эту пентатонику, почему они это делают, и расскажу о тех секретах, которые кроются в этой аппликатуре еще, которые я не понимал тогда, когда ее осваивал, так же, как и все ее осваивали в свое время, но потом понял и стал гораздо интересней. Если потом, естественно, не заковываться в рамки вот этой вот аппликатуры, то можно это все интерпретировать на весь гриф, и будет намного интереснее играть вообще в принципе все. Ну, начнем с первого момента. Первый момент в том, что обычно люди играют только этот бокс и никак не могут за пределы его вылезти. Ну, для этого нужно просто, так скажем, жопа часы, посидеть и просто поиграть по-разному. Ну, то есть разложи все эти нотки на весь гриф, посмотри, где они находятся, найти аппликатуры, есть куча соответствующих там пособий, у меня в справочнике есть какие-то аппликатуры, и просто все это разложить по грифу спокойно и играть. Любой гитарист, более-менее умеющий играть или думающий, что умеющий, он должен просто уметь хотя бы по всему грифу пройтись по пентатонике сплошными восьмыми в ми-миноре уж точно, если это разговор идет о гитаре. Желательно даже с закрытыми глазами, ну или несмотря на гриф. Ну, то есть это даст понимание хотя бы что делать вообще, чтобы не заковываться во что-то одно. Ну, это как бы естественно в идеале. Мы имеем сейчас ситуацию, когда мы знаем просто один бокс. Но прежде я расскажу еще пару моментов. Следующий момент, когда вы ориентируетесь на один бокс, вы должны понимать, что вы достаточно ограничены в своих возможностях, но от этого нужно стараться все-таки играть не очень однообразно. Хотя я понимаю, что это тяжело. Можно брать пример с Эрика Клэптона, с Карлоса Сантаны, они это делают очень круто. С того же Биби Кинга, хотя у него достаточно разнообразные там всякие движухи, надо просто понимать, что если вы будете играть тупо секвенции... ...то это не очень красиво, потому что, ну, просто это секвенция, это не музыка, не фразы. Для того, чтобы строить фразы, надо понимать, что у них есть мелодическая составляющая и ритмическая составляющая. И вот эти две составляющие надо объединять, то есть нужно придавать какую-то ритмику. Даже просто если мы возьмем банальное что-то, типа там, не знаю, две восьмые четверть. Ну и я не знаю, там как угодно можно дальше продолжать, но это уже будет более-менее интересно, и ритмику надо осознавать заранее. Хотя я понимаю, что это тяжело. Для этого лучше всего записывать, придумывать соло, ритмически обоснованные, продуманные заранее, для того, чтобы у вас вот этот навык формировался на автомате. То есть придумывание и осознание всех фраз заранее. Следующий момент, о котором все забывают, и на самом деле он же последний из таких вот самых базовых ошибок, это то, что эту пентатонику люди пытаются играть на все. Просто на, я не знаю, там на блюзовую гармонию, на весь вообще блюз, на минорные аккорды, на малый мажорный какой-то аккорд, если есть. Я не знаю, иногда даже пытаются просто на мажор, там, не знаю, до мажора играет, и на него играют. Ну фиг его знает, вот не надо этого делать. И не надо стараться играть ее на весь трек вообще целиком, надо все-таки как-то с гармонией немножко соотноситься. Но пока вы этого делать, ну как бы прям вот четко не можете, да я вам сейчас расскажу, что можно делать вместо этого. А вместо этого мы ее сейчас немножко расширим. Смотрите, у нас есть стандартный бокс пентатоники, который ограничен вот этими тремя ладами, ну то есть первый, второй, третий, четвертый, да, то есть здесь три лада после тоники. И, ну, стандартная всем понятная первая вот эта позиция, первый бокс пентатоники, самый основной. Что мы можем делать? Мы сейчас добавим сюда дополнительные ступени, и я объясню, что это за ступени, продемонстрирую, как мы будем их использовать. Ну для начала это блюзовый лад. Блюзовый лад из пентатоники сделать достаточно легко, если в него добавить пятую пониженную ступень. Давайте послушаем, как это будет. Ну, как бы вроде все понятно, да? Но есть еще куча других ступеней. Я всегда задавался вопросом, как же играть все вот эти вот звуки какие-то дополнительные, которые ребята добавляют, и получается достаточно прикольно. И у меня всегда это просто, ну, как бы было таким камнем преткновения. Но потом, когда уже освоил там лады и всю вот эту движуху, я уже понял, как это делается. Делается, на самом деле, достаточно просто. Смотрите, что мы имеем вообще? Вообще, по идее, мы здесь в основе имеем минорный лад. Ну, у нас же пентатоника минорного наклонения. Это во-первых. Но мы сейчас о нем не говорим, потому что минорный лад мы все-таки можем играть в минорную пентатонику на какой-нибудь малый мажорный септаккорд или блюзовый лад. Но мы не можем, безусловно, играть минорный лад на малый мажорный. Ну, не прокатит просто. Все-таки пентатоника, она обладает кучей разных свойств и, ну, минорная пентатоника в частности. И поэтому мы не будем из нее делать минор. Но, смотрите, в любом случае, практически к любому аккорду мы можем добавить девятую ступень. Девятую ступень, это будет, соответственно, у нас нотка фа диез, если мы находимся в ми. И ее можно смело играть. Знаете, что главным образом нам это дает? То, что здесь можно пройтись просто вот таким образом. И будет очень прикольное звучание, а при этом у нас всего лишь на одной струне будет расстояние от стартовой ноты четыре лада, а на всех остальных будет всего лишь три. То есть раз-два-три, раз-два-три-четыре, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три и раз-два-три. Соответственно, вот наша тоника, вот наша девятая ступень и здесь то же самое. Давайте я поиграю, посмотрим, что сейчас получится. Субтитры сделал DimaTorzok Круто! По-моему, тоже круто. А смотрите, что теперь будет, когда я смешаю это с блюзовым ладом. То есть у меня будет пятая пониженная ступень добавлена сюда еще, и плюс у меня будет здесь девятая. Это еще не все. Давайте добавим сюда Дарийскую ступень. Дарийская ступень, это у нас повышенная шестая. То есть вот у нас просто шестая, ну, в миноре. Мы отсчитаем от минора сейчас. Это обычная шестая, вот она у нас. Это нотка до. А мы будем играть повышенную. До диез. Давайте просто пентатоника, без всяких блюзовых, без всяких девятых, просто с Дарийской ступенью. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, здесь гармония меняется уже. Но, в принципе, я думаю, что все понятно. И таким образом мы добавили уже три ступени. Сейчас я попробую их смешать и поиграю все это вместе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вот как-то так. Смотрите, что у нас получается из-за всех этих ступеней. Ну, раньше нам приходилось играть как? Здесь расстояние в три лада, здесь в два, да, от первого звука. То есть ноль, раз, два. То есть аппликатурно вся ситуация еще гораздо проще становится. Первая ступень, вторая, четвертая, пятая, седьмая, первая, соответственно, третья, четвертая, пятая, шестая, повышенная, первая, ну и, соответственно, девятая. И звучит прикольно. То есть звучит как достаточно прикольный лад. И еще последнюю фишку мы добавим. Она чуть-чуть еще добавит нам хроматизмов, но немножко всю ситуацию, может быть, кому-то усложнит, кому-то упростит, но мне кажется, это реально клевая фишка. Это повышенная седьмая ступень из гармонического минора. Но седьмую при этом мы убирать не будем, натуральную, которую у нас есть, малая септима, да, то есть это ре. Ну и, соответственно, или она будет здесь. Мы добавим сюда еще ступеньку гармонического минора. Это будет ре диез здесь. Или, соответственно, это будет ре диез здесь. Давайте посмотрим, что из этого получится. Сейчас я сыграю просто пентатонику, просто с этими ступенями. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, то есть вот таким образом. А если мы теперь все это вообще вместе смешаем, получится как-то так. Дима Торзок Ну, грубо говоря. И самое прикольное, что мы здесь получаем, то, что у нас аппликатурно вся эта история остается в одном боксе, но мы получаем очень много. И один из очень важных моментов, который хотел сказать, друзья, только каждую из этих ступеней, для того, чтобы хорошо использовать, вам нужно слышать, вам нужно слышать, где получается какая фраза из этих ступеней. И желательно, конечно, все эти ступени потихонечку расширять по грифу, а не только в рамках одной аппликатуры. Но если в рамках одной аппликатуры вы их услышите, по крайней мере, слух ваш начнет на них работать, то дальше, естественно, у вас будет все гораздо круче, и вы будете уже понимать, как это все дело, в принципе, взаимодействует с музыкой и какие фразы на основании этого можно строить. Спасибо за внимание.